Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Этот урок не будет посвящен, как обычно, недельной главе, а будет посвящен вечернему сейдеру, пасхальный сейдер, с Божьей помощью, в среду вечером и в диаспоре два дня. Будет два вечерних сейдера в диаспоре, поэтому я хотел просто повторить законы, вспомнить то, что большинство из нас вспомнит с прошлого года, с позапрошлого года. Всегда хорошо подготовиться, и надо не забывать, что слово сейдер, словно перевод этого слова, это порядок. Принято, когда кого-то спрашивают, ну, как ваши дела, очень часто люди говорят, ну, все в порядке. На иврите в Израиле, когда задают этот вопрос, часто отвечают, а колбеседер, все в порядке, так все в порядке, это неспроста, что слово сейдер, это то, что наш пасхальный сейдер, называется на сейдер, несмотря, неспроста, что это выражение, все в порядке, некоторые царяки им говорят, что весь год зависит от нашего пасхального сейдера, что пасхальный сейдер, это порядок на весь год, и по-своему, точно так же, как Роша Шанай, Йом Кипур, эти дни были высокие дни, полгода назад, то пасхальный сейдер, это тоже, как бы, дает нам начало и сейдер, порядок на весь нас с Божьей помощью год. Поэтому, чем лучше мы подготовимся заранее, тем у нас будет сейдер в порядке, и с Божьей помощью весь год и вся наша жизнь у всего еврейского народа. Итак, вечерний сейдер начинается в этом году, это, значит, еще раз, среда, вечером, четверг, вечером в диаспоре. Несколько моментов, общих моментов, что происходит во времена вечернего сейдера. Основное митцва всего, что мы делаем, это вспомнить об исходе из Египта. То есть, если так грубо со стороны посмотреть, можно, вот собирается еврейская семья, и пьют вино, кушают трапезу, то есть отмечают что-то. Отмечают день рождения еврейского народа по-своему. По-своему, оно так и есть. Исход из Египта это и есть по-своему рождение еврейского народа, вплоть до того, что очень интересные комментарии говорят, проводят разные параллели, что некоторые говорят, что те 210 лет, которые мы провели в Египте, некоторые говорят, что это было как 9 месяцев беременности, как бы за рождение еврейского народа. И исход из Египта это именно рождение, само рождение еврейского народа, которое началось в Песах вечером и закончилось в последний день Песаха. В последний день Песаха это когда евреи прошли через море, оно по-своему даже напоминает нас сами роды, когда младенец выходит из чрева матери. Но по-своему вечер Песаха это действительно день рождения еврейского народа. И как я слышал от большого раввина Рафшин Шампинкаса, который говорит, что знаете, когда в роддоме ребенок рождается, там, соответственно, аппаратура, врачи и так далее, так седр, у нас поэтому на столе очень много всякого интересного, необычного, то, что у нас обычно нет на обычной праздничной и субботней трапезе. То есть действительно что-то праздничное, что-то особое, это только происходит раз в году. Какие же основные части седра? Значит, есть заповедь рассказать об исходе из Египта, вокруг которой, собственно, построен вистоцедр. Заповедь «Скушать мацу» — это две заповеди, которые прямо написаны в Торе. Мы обязаны, каждый еврей, это, кстати, включает и мужчин, и женщин, и дети, как обычно, просто мы детей воспитывать, обязаны скушать вечерний седр, как определенный кусок мацы. Мудрецы потом добавили заповедь четырех бокалов. Это очень интересно, потому что четыре бокала — это радость, это именно благословить, это благодарить, благословить Бога. Мы должны к этому прийти. Нехорошо было бы, что Всевышний нам бы написал, скажите мне спасибо, что я вас вывел из Египта. Поэтому Всевышний только сказал, кушайте мацу. Мудрецы уже как бы добавили вот эти четыре бокала, которые разное объяснение, почему берется именно число четыре. Но за пасхальный седр мы выпьем четыре бокала. Более подробно мы будем рассказывать об их законах, когда мы до них дойдем. Но в общем у нас пасхальный седр, митцва, обязанность выпить эти четыре бокала. И горькая зелень. С горькой зеленью очень интересно, потому что когда стоял храм, мы его ждем и надеемся, но пока что его нет. Когда стоял храм, в Торе было написано, что надо кушать горькую зелень вместе с пасхальным ягненком. Когда евреи кушали пасхального ягненка, вместе с ним кушали мацу и горькую зелень. Это делали такой как бы бутерброд, о котором мы тоже поговорим. В наше время, учитывая, что пасхального ягненка нету, маца осталась, потому что маца все равно есть обязанность кушать мацу. Но горькая зелень, с точки зрения Торы, нет уже обязанности кушать. Однако, мудрецы постановили кушать горькую зелень все еще в память о том, что когда-то они кушают. То есть, основные заповеди пасхального седера – это маца, исход из Египта, четыре бокала и горькая зелень. Кроме этого, у нас есть блюдо, праздничное блюдо. На самом деле, не обязательно его покупать в магазине. Теоретически, вы можете сам его сконструировать, взять обычную тарелку, на нее положить все эти ингредиенты. Но, как более принято, берут уже специально сделанное блюдо, в котором есть шесть специальных чашечек, в которых находятся специальные симонимы, как бы специальные атрибуты, если так можно сказать, пасхального седера. Что в него входит? В него входит зроя. Зроя – это поджаривают или куриную пулочку, или куриное крылышко. Поджаривают и кладут это в память о корме Песахи, память о нашей пасхальной жертве. Кроме этого, кладут вареное яйцо. Это в память о втором приношении. Была еще праздничная жертва, это приношение, называлась хагига. Мы от всего этого далеки, да, сбоку, когда будет храм отстроен. Мы будем знать, что было, на самом деле, два жертвоприношения. Пасхальные и вот эта хагига, поэтому у нас в память об этом жареная пулочка и вареное яйцо. Возле них находится марор, это горькое зелье, о котором мы уже упомянули. И потом еще три вещи. Это хоросет. Хоросет – это, кстати, очень вкусная вещь. Его обычно делают, это смесь перемолотых яблок, орехов, заливают это водой. Оно должно напоминать нам глину. В память о глине, которая была в Египте, в нее будут макать горькую зелень, чтобы она не была слишком горькой. Значит, это хоросет, который напоминает нам о глине в Египте. Кроме этого, есть карпас. Обычно в наше время берут или картошку, или другую зелень. Карпас – это будет тоже часть седы. Мы будем кушать небольшой кусочек картошки. И последняя вещь – это хазерет. Хазерет – это тоже та же самая горькая зелень, просто ее мы будем использовать для бутерброда. То есть все эти вещи, мы, может, о них еще раз поговорим в процессе седы, но на столе вот это блюдо с шестью чашечками. Еще раз – жареная курица, вареное яйцо, горькая зелень, хоросет, подходящая на глину. Карпас – вареная картошка. И другой вид горькой зелени для вот этого бутерброда. Кроме этого, есть на столе три мацы. Обычно у нас на празднике два хлеба, две халы. Здесь мы берем три мацы. И все вместе, все это сооружение называется кара. У некоторых это все вместе. У некоторых, вы видели, может, серебро даже сделано. То есть три вот эти полочки для мацы. И поверх кладется это блюдо. Некоторые – это порознь. Но все это должно быть на столе. И это как бы часть нашего седера. Теперь, по-моему, после этого вступления, с Божьей помощью, давай теперь начнем, как бы, что же происходит во времена этого седера. В седере есть 15 частей. Есть в самом начале Агады. Если вы посмотрите, кстати, обязательно надо выбрать себе Агаду, которая в родном вам языке написана, с переводами. И ознакомьтесь с ней заранее. И первая часть седера – это кадеш. Кадеш – это кедуш. На самом деле, в этой части мы к ней привыкли. С этой части начинается любая субботняя трапеза, любая праздничная трапеза. освящение праздника. Кедуш. Кроме этого, в данном случае, учитывая, что это Песах, это первый из четырех бокалов. Я упомянул, что есть четыре бокала за субботнюю трапезу. Это будет, значит, первый из четырех бокалов. Кадеш. Какой должен быть размер? Значит, бокал. Желательно пить вино. Это более праздничное. Само собой, разумеется, если человек уже уставший, и если человек не любит вино, и так далее, пейте виноградный сок. А логически, можно пить виноградный сок тоже. Желательно, если человек может, конечно, лучше вино, но надо смотреть по ситуации. Размер бокала должно быть, как минимум, примерно, 86 миллилитров написано. То есть, это примерно около трех унций, 86 миллилитров. Обычно стандартные вот эти серебряные бокалы и маленькие чашечки, они в себя это вмещают. Ну, то есть, еще раз, как минимум, должно быть 86 миллилитров в этом стакане. И, если вы берете такой действительно маленький стаканчик, лучше уже выпить его весь. Если у вас стаканчик побольше, вы можете действительно не до конца допить. Желательно выпить весь, но не обязательно. Когда мы пьем эти четыре бокала, и, кстати, когда мы кушаем мацу, принято облокотиться. Почему? Мудрецы сказали, что в эту праздничную трапезу мы максимально должны показать, что мы свободные люди. Были времена, свободные люди, они ели облокотившись. Уже много сотен лет назад мудрецы сказали, что в наше время мы как бы отвыкли, это тяжело сделать. Тем не менее, надо постараться, потому что, когда мы говорим слово облокотиться, облокотиться надо на левую руку, на левый локоть точнее. И, то есть, вся тяжесть тела должна действительно облокотиться на этот локоть. То есть, если у вас стул, у которого нету ручек, значит, вы должны развернуть свой стул и облокотиться тогда на стол или на соседний стул. Но надо на что-то облокотиться, не просто кушать по диагонали. То есть, именно облокотиться на локоть, кстати, локоть и облокотиться, поэтому оно так и называется. Вы облокотились на локоть и в правой руке вы держите стакан, когда вы его будете пить. Кидыш, он написан в Агаде, стандартный кидыш на празднике. И мы говорим Браху Шейхьяну, это классическая облока, о которой мы всегда говорим в празднике. Спасибо Богу, что действительно мы дожили до этого великого праздника. Спасибо Богу, что еще прошел один день. Женщины, еще один год, и женщины, которые уже зажгли свечи, надо иметь в виду, что женщины, которые зажгли свечи, если эти женщины уже сказали Браху Шейхьяну на свечи, им не надо говорить, нельзя говорить Браху еще раз, То есть они уже свою Броху сказали на праздничные свечи. А если нет, тогда во время вот этого кедуша мы говорим Броху Шихьяну и пьем его, катившись на левую руку. Принято брать красное вино, разве что вы очень любите белое вино, но больше вообще принято брать именно красное вино. Написано, что это более такое красивое, классическое вино, поэтому желательно все-таки брать красное вино. После этого, значит, мы закончили первый бокал, потом идет омовение рук, но это не наше классическое омовение рук перед едой, перед хлебом. Это омовение рук перед тем, как мы кушаем мокрую картошку. Есть разные объяснения, почему мы это делаем. Я приведу, может быть, менее классическое, но более простое, что одно из объяснений, что просто действительно, чтобы заинтриговать детей, именно когда, знаете, маленькие дети часто спрашивают своих родителей, папа, почему так, папа, почему так, и папа отвечает, чтобы ты спросил. Это выражение, чтобы ты спросил. На самом деле наши мудрецы именно на этом построили седы, и специально мы моем руки и не даем хлеб, а наоборот даем вареную картошку. В былые времена, когда во времена храма были законы духовной чистоты, они значительно чаще мыли руки, поэтому надо было мыть руки перед мокрыми фруктами и перед мокрыми овощами тоже. В наше время, мы во время седыра моем руки без брахи, мы не говорим классическое благословение. На на тела седаем, мы просто моем руки, как обычно, на тела седаем, моем руки, вытираем без брахи, потом мы берем небольшой кусок картошки, это называется карпас, если вы хотите, вы можете взять его с вашей тарелки красивой или отдельно, вы макаете его в соленую воду, основная причина карпаса, опять-таки, мы богатые люди, и мы знатные люди, и у знатных людей, понимаете, у них аппетита нет, оказывается. У них еще перед трапезой надо еще разыграть себе аппетит, поэтому перед трапезой обычно кушали какую-то зелень, какой-то кусочек чего-то сладкого, соленого, чтобы разыграть аппетит. И то, что мы делаем, мы кушаем эту картошку. Есть разные обычаи, кстати, или облокачиваются, большинство людей не облокачиваются, когда мы кушаем карпас, значит, мы макаем ее в соленую воду, и когда мы это кушаем, основная причина соленой воды, опять-таки, что это мы, как знатные люди, которые что-то макают, ходят слухи, что соленая вода что-то связана со слезами, нигде практически это не написано, то есть это не основная причина, ничего, связи со слезами, никто даже переживает еще и с потом, никаких таких связей нету. Основная причина, это, кстати, не должна быть даже соленая вода, любая, может быть, приправа. Мы знатные и такие уважаемые люди, поэтому мы просто пытаемся разыграть себе аппетит, мы кушаем картошку, говорим благословение бойре при адама, и надо иметь в виду, когда вы говорите это благословение на картошку бойре при адама, имейте в виду, что вы потом будете кушать горькую зелень, на которой вы уже не будете говорить теперь броху, вы уже сказали, это броху благословение на вашу картошку. После этого у вас три мацы на столе, значит, вы берете эти три мацы, из них вы берете среднюю мацу, она символизирует лейви, кстати, коэн леви из роя три мацы символизирует некоторые даже красивые такие есть мешочки для мацы там специально уже написано коэн леви из роя вы берете среднюю мацу вы ее должны поломать и называется яхоц ломаете на две части разные тоже объяснения есть одно из объяснений потому что бедные люди хоть мы с одной стороны и богатые люди и знатные люди мы мацу кушаем в память это нашего хлеба бедности и хлеб бедности бедные люди обломочки кушали никто не кушал целый хлеб поэтому специально ломаем чтобы у нас действительно столе было символ хлеба бедности больший кусок прячется это будет афикаман большая половина мы этот афикаман будем кушать к концу седора и этот афикаман там будет символизировать как бы пасхального ягненка но пока что мы прячь спрячь спрятать должны большую половину большую часть большую часть поломанной эмоции и это называется яхоц некоторые говорят что-то в память о того как море раскрылась поломалась посредине разные другие стадис объяснение но простое объяснение и причина это просто показать что нас хлеб бедности после этого начинается основная часть это магит магит это исход из египта причем он построен в виде вопросов и ответа потому что ребенок простой ребенок который дошел до этого места в трапезе он уже совсем запутался вначале магина мы наливаем второй бокал это уже совсем ребенка запутал потому что он привык что делает кедуш и сразу кушают хлеб тут налили сделаны кедуш как обычно потом дают какую-то соленую картошку потом ломают хлеб но не кушают и потом наливая второй бокал и как после того как наливая второй бокал тут уже ребенок не поддерживает начинает классическое ма ништана алла и лаза чем эта ночь отличается от других ночей если у кого-то дети не за столом они сами это задают на принято что даже один человек одинокий человек тут один кушает на сейдере он тоже читает эти вопросы и сам себе отвечает потому что именно рассказ о исходе из египта в отличие от каждого вечера когда мы упоминаем исход из египта каждое утро каждый вечер здесь мы им должны рассказывать рассказ подразумевает себе ответ на вопрос поэтому мы читаем они штана и идет исход из египта во время этого рассказа маца должна быть открытым отца должна быть на столе если можно скаматься впитывает наши исходы из египта точно как вы помните кто-то там заряжал воду по телевизору такая не хочется сравнивать но идея примерно такая же что мы хотим зарядить туда в случае действительно по-настоящему они по телевизору мы хотим зарядить наш хлеб бедности мы хотим его зарядить рассказом об исходе из египта и он на столе будет должен находиться открытым каждый раз когда мы наливаем вино поднимаем вино что-то делать с вином мы его прикрываем как и обычно любую трапезу субботнюю мы прикрываем наши халы как бы чтобы не ревновало хлеб и и вино но в целом маца должна быть открыта на столе во время исхода из египта расходы из египта опять-таки вы читаете своего году познакомьтесь не заранее начинается с о четырех сыновьях это построена года она была написана около двух тысяч лет назад именно сам стиля года исхода из египта мы уже рассказываем более трех тысяч четырехсот лет именно когда то есть в том спиде как она у нас есть она написана более двух тысяч лет назад и из агада вот она идет начинается с отрывки она основана на отрывках торы есть четыре раза где упомянут ответ сыну значит подразумевается что есть четыре вида сыновей потом рассказывают о исходе из египта что сначала начинается издалека что мы сначала были сыновьями авраамецкая кого у авраама отец вообще идолам поклонялся и рассказывается как евреи евреи потихоньку становились народом рассказ идет основа рассказа большая построена на отрывки из торы когда приводится бекурим там интересно приводится в конце тора на самом деле когда человек приходил в храм он должен был благодарить бога и он благодарил бога не только за то что ему сейчас но и как что его вывели из египта и на основе этих отрывков построена года она расшифровывает рассказывает рассказывается о 10 казни тоже очень важно принято отлить 10 капель из бокала некоторые просто именно просто физически вот именно отливают некоторые пальцем делают некоторые ложечкой все эти мелочи они с одной стороны конечно важны с другой стороны ошибочно было бы увлекаться тем мелочами забывать о самом главном то есть исходе именно о из нашего исходе из египта дальше мы благодарим знаменитые есть песни стихи дай да ей ну да ей ну это спасибо за это достаточно этому благодарим бога не забыть что после того как мы рассказали о исходе из египта нас приводит к чему приводит благодарности мы должны поблагодарить теперь всевышнего за то что нас вывели и там приводится вот этот стих да ей на мы благодарим за то что нас вывели с египта за то что нам дали богатство за то что нам дали тору за то что мы попали в эритс израэль и каждый из этих шагов мы должны продумать человек максимально должен почувствовать что он как бы выходит из египта я слышал от лейкутского мажьги ира вчера должен вспомнить у каждого в жизни ей были какие-то моменты когда знаете в последний момент что-то хорошее случилось вот он уже думал что уже все печально что-то будет он привел пример что представьте себе знаете маленького мальчика выгнали из класса и вам коридоре слышишь вот сейчас вот завуч идет по ступенькам он испугался последний момент его учительница обратно позвала детские примеры могут быть у некоторых посильнее проблемы знаете но на нашем уровне представить себе постараться чтобы действительно это исторические факты которые хоть они дали давно были мы обязаны заново постараться пережить и все эти пасхальные обряды это просто нам вспомогательны чтобы мы заново это вспомнили и пережили дальше важный момент по мнению это самый важный момент пасхальной трапезы три основных ключевых слова песах маца у марор если кто-то заснул надо его разбудить это не значит что надо засыпать но три основных вещи песах маца и марор песах у нас сожалению нету песаха поэтому дай бог если он будет я не против но если его не будет не показывайте на жареную вот эту полочку крылышко или горлышко кстати если кто-то и кладут горлышко не показывали потому что только символика просто мы конечно песок который наши прадцы кушали это была память о том что все вышли перескочил еврейские дома маца мы таки поднимаем эту мацу это память что у евреев не взошло тесто когда они уходили из египта комментарии кстати обращаю внимание что получается что в маце есть два разных объяснения они оба правильные и оба написаны в торе одно объяснение почему мы кушаем отцу это память о том как мучились наши прадцы как они кушали хлеб рабство хлеб бедности с другой стороны мы кушаем отцу память о том что просто евреев не было времени чтобы у них зашла взошел хлеб то есть два мнения на самом деле это оба объяснение почему мы кушаем мацу и мы же не кушаем только показываем и марор горькое зелье мы говорим в память о горькой жизни которые имеют которые жили евреи в египте песок маца марор и потом практически магит уже заканчивается то есть основ основной рассказ из египта уже заканчивается кстати есть очень много замечательной литературы есть много прекрасных уроков из много чего что можно подчеркнуть из так можно сказать не классное чтение и чем человек больше рассказывает какие-то интересные истории на просто прослеживание были основаны на действительно правильных книгах а не всяких там сказках но действительно чем больше человек действительно рассказывает настоящие истории из мэдрэши мэдрэши или гимора или комментарии тем это конечно больше митцвы но когда вы закончили магии теперь перед вторым бокалом мы начинаем на самом деле два отрывка из-за лэля мы читаем уже и они напечатаны пятки все благодаря и мы говорим в длинную браху гуал исраэль мы говорим это благословение и мы пьем второй бокал наш обычай мы перед каждым бокалом заново говорим более при агофан мы говорим две брахи на второй бокал длинная браха гуал исраэль и заново гримболе при губы не забудьте опять-таки облокотиться на левую руку точно так же как и во время первого бокала это заканчивает часть магет теперь мы плавно переходим к маце на теперь того как мы будем кушать мацу надо помыть металла стандартный металл от едами который перед тем как мы кушаем хлеб мы моем металл от едами тут уже мы договорим браху и маца эмоции маца на самом деле две мыть своими дела во-первых мы кушаем как обычную праздничную трапезу надо кушать хлеб в данном случае так ли бедности надо кушать поэтому на столе должно быть два две целые буханки хлеба данном случае две мацы как и мы привыкли ла хамиш на каждую субботнюю траве за каждую праздничную трапезу мы имеем на столе две халы две мацы в данном случае нам другой стороны нужна поломанная маца потому что хлеб бедности поэтому мы поднимаем все три мацы вместе и сейчас концентрация на 2 верхнюю на самую верхнюю и самую нижнюю потому что нам надо две полные мацы имя для субботней для праздничная трапеза мы на вот этот бутерброд из двух с половиной мац говорим брохо а мой целых аминорец таким образом мы сначили же мой целых минут именно как праздничная трапеза потом мы мягко опускаем нижнюю мацу нас в руках остается полторы мацы и тут уже основная брохо аллахилас маца мы говорим специальное благословение потому что нам блог заповедовал это закон торы даже если человеку очень тяжело переживать можно и намочить немножко перемолотить иногда тяжело с деньгами основная именно чтобы съесть основная часть пасхального сайдера это именно съесть кусок мацы мацы тоже есть определенные размеры сколько надо съесть если у вас обычная ручная маца то есть наш очень-очень тонко на нас есть помочь и я знаю совсем тоненькая чем она толще чем соответственно меньше кусок мацы но она должна довольно таки быть серьезного размера и надо ее кушать на облокотившись за опять-таки на левое плечо благотожен также как мы облокотились во времена кидыша когда мы кушали кидыш желательно и кушать вот этот кусок мацы чтобы он был и с верхнего хлеба и с этой половинки то есть в общем в общий случай в общем вы должны скушать это определенное количество мацы но чтобы чуть-чуть было с верхней мацы и немножко с поломанной мацы и мы облокотившись кушаем не разговаривают просто молча пережевываем и можно если чем подумать об исходе из египта о хлебе бедности это заканчивает митсву ахиллос маца потом после мацы идет горькая зелень мы берем горькую зелень для горькой зелени очень часто берут листья салата надо просто иметь ввиду что ни в коем случае чтобы они не 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 было там всяких букашек разных лучше взять какие-то другие другую зелень из которой иначе можно на самом деле взять и хрен или другие листья до горькие но надо чтобы это было то есть хорошо промыть и чтобы там если это не было никаких букашек его это значит горькую зелень мы макаем хорош это немножко и на него тоже надо на горькую зелень специальное благословение потому что это заповедь мудрецов в данном случае это не по торе как я уже сказал наше время нету что это приношение это заповедь мы исполняем заповедь мудрецов мы говорим брохо на морор на горькую зелень без накачивания мы кушаем эту горькую зелень тоже на определенный кусочек съесть ну то есть листья салата примерно или один очень большой лист и там два маленьких примерно но так получается надо надо съесть не облокотившись потом коров это уже бутерброд бутерброд это действительно это уже точно мудрецы постановили это в помп память о том как на самом деле кушать действительно просто берем два куска мацин и посредине мы кладем посредине мы кладем немножко горькой зелени память о том как наши прадцы действительно кушали эту пасхальную жертву тоже надо чтобы не было совсем небольшие маленькие куски то есть к должны быть серьезные куски и не на они не живут не на пол мацин там немножко меньше можно должно быть достаточно таких солидный кусок мацин это бутерброд и с кусок зелени это заканчивает следующий участковый следы теперь шелхана это праздничная трапеза надеюсь к этому моменту вас уже аппетит разыгрался хотя мы уже наелись и праздничная трапеза некоторые кушают принято кушать у некоторых семьях вареные яйца есть такой обычай разные обычаи некоторые обычаи говорят потому что в этот же день выпадает обычно 9 необычно всегда 9 ава всегда выпадает тот же день недели как и пайса то есть память о том что у нас храма нету некоторые кушают соленые яйца надо помнить что нельзя кушать жареное мясо не жареную не жареную курицу не жареное мясо нельзя кушать в пайсах вечером чтобы не создалось впечатление что вы действительно кушаете пасхальную жертву можно вареную приятный аппетит и можно конечно вареную курицу вареное мясо замечательно но не не жареное после праздничной трапезы кушают по ту матцу которую мы спрятали забрали некоторых семьях и дети пытаются ее украсть афикоман вот ума суммы теперь мы только будем кушать на напомнить что после этой мацы вы ничего другого кушать нему не сможете это заключение то есть вас должна остаться как бы вкус этой мацы поэтому если вы голодные без вы что что-то хотите кушайте заранее потом мы кушаем этот афикоман опять-таки облокотившись на левую руку вы кушаем этот афикоман который мы спрятали надо там где тоже где-то треть мацы то есть не 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 крошечка действительно солидный кусок кушать с этого афикомана это в память о именно ягненки которые действительно кушали на закуску ягненка вот это пасхальное его кушали именно как на закуску вот вторую жертву а кто я упомянул хагига ее кушали как бы это было как бы главное блюдо трапез а вот пасхального ягненка мы кушали именно закуска там нельзя было кости ломать у него было очень много интересных законов чтобы мы должны действительно исполнить и законы в иерусалим после этого берхат амазон берхат амазон мы делаем на третий стакан те которые знают иногда мы когда трапеза свободным ведущий делает берхат амазон на стакан в данном случае у всех свой стакан каждый должен сказать на третий стакан берхат амазон опять мы его пьем облокотившись на левую руку и мы говорим более при агофы затем мы говорим на заканчиваем его заканчиваем запомните мы еще начали до трапезы и никто игра что нельзя даже разговаривать попусту ну конечно они не ожидают еврей как это и весь только просидели не разговаривать до нельзя разговаривать это я должен упомянуть между мацой которые вы начали кушать и до бутерброда это действительно не надо разговаривать но во время трапезы большинство людей всегда разговаривают и после этой трапезы мы заканчиваем аллель после третьего стакана мы заканчиваем аллель он значительно длиннее чем обычный аллель мы там добавляем ниш мы основляем благодатственные молитвы и потом как мы его заканчиваем мы пьем четвертый заключительный бокал его надо полностью выпить и после него надо сказать благословение бояре при агентал при агентал при агентал поскольку мужу бархатам заскали до него то после четвертого бокала вы должны поблагодарить бога за вкусную вино на рассказать благословение алла гаффин в апреля гаффин и нирца нирца это последние слова заключительные слова песоха пасхального седора мы благодарим бога за возможность провести этот песок я надеюсь что всех действительно все получится чтобы все наслаждались в семье где бы вы ни находились и мы благодарим бога и просим лешана база знаменитые слова лешана бабы решала и я хотел конечно здесь урок закончен но я хочу просто давать маленький момент на следующее утро это не связано с пасхальным седором но это каждый момент на следующее утро синагоги меняют еврейское время с зимы на лето что я подразумеваю что в синагоге мы когда говорим швана и во втором благословение написано в седурах что зимой мы говорим посылающий ветер и дождь а летом если вы молитесь ашкеназме ничего не говорите сэфард мы говорим посылающий росу так вот в песах в молитве муссов мы переходим с дождя на росу если вы учите если вы молитесь ну сахсфарат большинство хасидских общинных сфарат мы переходим во времена молитвы муссов если вы молитесь муссах ашкеназ это на минху первого дня песах то есть то что сверху написано летом начинается это именно летом и вы не забыть что в холомоид будет тоже самым холомоид там в середине швана и сына когда мы просим и перестаем просить о дожде это просто важный момент и еще раз я надеюсь что все мы будут будут достоины исполнить эти митвы эти митвы надо исполнять с радостью слава богу что нам на возможность понятно что иногда есть технические проблемы приготовиться к песок у материальные проблемы не всегда они стараются по час как мы хотели не всегда помните три года назад было не про нас был сказанный сейчас будет сказано корона как тогда все другой совсем был послал и надо благодарить бога на блага бога за то что нас ввел из египттора брови бога что мы дожили еще одного по иссову и надо надеяться чтобы мы действительно встретились как мы в прошлом году по вещь пожелали на зашана баба решила им будем надеяться что действительно мы удостоимся зашана ба вы решила Я вам всем желаю кошерного и счастливого праздника. Всего хорошего.